Есть еще один популярный тип регуляризации, который называется лассо-регуляризация. Однако, прежде чем переходить к лассо-регуляризации, давайте посмотрим, как выглядит точка минимума регуляризации Тихонова в том случае, когда мы настраиваем два параметра α1 и α2. Регуляризация Тихонова выглядит вот так. Это наша исходная лассо-функция, а вот это регуляризация. Вот это, напомню, называется регуляризационным параметром λ. Количество параметров α в нашем случае будет 2. Однако, все эти рассуждения распространяются и на достаточно большое количество параметров. Пусть наша исходная лассо-функция выглядит вот так. Это линии уровня нашей лассо-функции. Чем сильнее линия уровня, тем ниже ее значение на этом уровне. Соответственно, минимальный уровень у нас будет находиться вот здесь. Как будут выглядеть линии уровня регуляризации Тихонова? Они будут выглядеть следующим образом. У нас α1 в квадрате плюс α2 в квадрате должно равняться константе. И это уравнение окружности. Таким образом, линии уровня регуляризации Тихонова – это будут концентрические окружности, где центр этих окружностей будет находиться в точке 0, а радиус этих окружностей будет равен корню квадратному из значения на этом уровне. Вот так будут выглядеть линии уровня регуляризации Тихонова. Теперь рассмотрим, где может находиться точка минимума у лассо-функции, которая состоит из суммы левой лассо-функции и правой лассо-функции. Можно взять некоторую линию уровня регуляризации и приложить к нашему исходному графику линии уровня для нашей исходной лассо-функции. И что мы здесь увидим? Мы увидим то, что сумма вот этой лассо-функции и вот этой лассо-функции Тихонова, если значение лямбда не очень большое, оно будет находиться вот здесь, вот в этой точке.